Добрый день, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск. Сегодня». В студии для вас работает Ларина Сухуева, за режиссёрским пультом Николай Слепцов и Екатерина Голикова. «Я не курю, а парю», — говорит подросток, пуская облако ароматного дыма. Звучит даже несколько возвышенно. Но насколько безопасны вейпы на самом деле и вызывают ли они зависимость? Рассеиваем туман вместе с психиатром-наркологом Романом Казыкиным. Добрый день, Роман Николаевич. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить нам в студию, задавать вопросы наркологу. Сегодня мы говорим о вреде вейпов. Телефон нашей студии прежний, 320066-32166. И, конечно же, у нас работает WhatsApp номер, плюс семь, четыреста одиннадцать, два, три, два, ноль, ноль, шесть, шесть. В России принят закон об ограничении продажи вейпов и вкусоароматических добавок для курения. Мы разбираемся, в чём их вред, почему от вейпа лучше отказаться и что безопаснее, вейп или сигареты, если можно вообще об этом говорить и стоит такой вопрос. Роман Николаевич, скажите для начала, давайте поясним для наших радиослушателей и телезрителей, что такое вейп. Так, ну, вейп – это такое устройство специальное по доставке, так скажем, никотина в лёгкие человека. Ну, то есть это какая-то, так скажем, альтернатива уже обычным сигаретам. Как известно, существует много альтернатив обычным сигаретам. Тот же самый Носвай, допустим. Это же тоже никотинсодержащее вещество, которое употребляют. А вообще, в чём отличие вейпов, айкосов и сигарет? Потому что это новые устройства все, да? И почему вот они сейчас стали так популярны среди молодёжи? В целом отличия такие, что айкос как таковой – это устройство для курения не жидких паров, так сказать, то есть не жидкости, а туда вставляются стики специализированные такие. Внешне они выглядят как сигареты, да? Внешне выглядят как сигареты, да. Ну и, по сути, они сигаретами-то и являются по сущности своей. А что касаемо вейпов – это специальное устройство, в которое заливается никотин, содержащий жидкость, и которое выпаривается, так скажем. Это получается как мини-кальян? Да, что-то вроде того. Да, скорее больше так, можно сказать. Ну как вы думаете, почему стало вдруг модно среди молодёжи парить? Когда эта мода вообще пришла? Ну, эта мода пришла относительно недавно, в масштабах, так скажем, десятилетий. Всех вот этих десятилетий, столетий курения обычных сигарет, всяких трубок, ну, обычного табака у человечества, так скажем, пришла относительно недавно. Скорее мода появилась такая, потому что табачные компании решили, так скажем, расширить рынок потребления за счёт новых категорий населения. Ведь, например, ещё даже Антон Палас-Чехов говорил, что целовать курящую женщину – это всё равно, что лизать пепельницу. А если девушка курит вейп, то вроде как табаком-то и от неё и не пахнет. Вроде как будто бы и целовать можно, да, получается. Вот, поэтому тут расширение идёт в сторону женской аудитории. Что касаемо детей, раньше, если так посмотреть, да, ребёнок с сигаретой, ну, или подросток, он скорее выглядит, ну, как беспризорник какой-то, да, там, вот, грубо говоря, да. А те, кто с вейпом, это как-то уже модно? С вейпом, это вот можно в интернете, в клипах во всяких посмотреть, да, всяких исполнителей музыкальных. Это такой крутой, стильный, молодёжный, модный гражданин, который идёт и на гироскутере едет и парит ещё. С деньгами, кредитоспособный, значит, молодой человек, да? Да, 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 вот такой вот красивый весь, интересный молодой человек, ну, или, не знаю, модный подросток такой. А вот я не зря сказала в самом начале, да, что вейпы не курят, а парят. Почему вот такие вот разные вот глаголы мы используем в этом случае? Потому что в обычных сигаретах используется, ну, самый, что у меня есть, обычный табак, вот, который поджигается, и, то есть, соответственно, дым идёт, да, дым курят, да. Вот, а в вейпах заливается специальная жидкость, вот, её называют подростки жижа, вот, вот, она заливается в вейп, и посредством нагревателя, который установлен там в это устройство, она нагревается и начинает испаряться в виде пара такого. Аэрозоль, скорее, даже. И вдыхаем этот пар, получается, да? Да, и вдыхается пар этот, в котором содержатся вот никотин и все вещества, которые входят в состав. А вот когда проходишь мимо таких курильщиков, вейпов и айкосов, можно уловить разные вкусные запахи, вишни, шоколад, ваниль, клубника и так далее, да? Эти ароматизаторы опасны или всё-таки нет? Вот про никотин мы немножко потом поговорим. Касаемо ароматизаторов, тут можно сказать то, что вообще, в целом, вот эти все курительные смеси, начнём издалека, производят компании те же самые, которые производят сигареты. Вот, соответственно, они каким-то образом их, естественно, сертифицируют, ну, заявляют о минимальном количестве каких-то опасных и неопасных веществ. Вот, но самая главная проблема в том, что существуют ещё не сертифицированные вот эти жидкости, которые тоже подростки в силу своей неплатёжеспособности могут покупать. Они, естественно, должны дешевле стоить, чтобы их покупали. И там уже совершенно непонятно, что может быть. Вот, там, начиная от соединений тяжёлых металлов и заканчивая, опять же, теми же самыми канцерогенами, всё будет вполне в порядке. Вот, опять же, если говорить про сертифицированные вещества, то Бог знает, что они там в эти красители колодут. Но, опять же, в эту жидкость, помимо никотина и ароматизатора, входит глицерин и пропиленгликоль. Вот, при нагревании эти вещества как раз-таки начинают выделять, разлагаться и начинают выделять канцерогенные вещества, в том числе... А чем опасен канцероген для здоровья человека? Канцероген, ну, само название говорит за себя, это вещества, которые вызывают рак, вот, онкологические заболевания. Вот, поэтому при, так скажем, само нагревание, да, в вейпе, оно происходит примерно от сотни до 300 градусов. Тут зависит уже от марки, от модели. Вот, а для того, чтобы начали разлагаться эти вещества, глицерин и пропиленгликоль, им достаточно где-то 280 градусов. Ну, и как раз в вейпе вы достигаете, да, вот этого? Да, как раз там вполне достигается. И, да, заявляют производители, что вот, глицерин – это простая пищевая добавка, её добавляют в консерванты везде. Вот, пропиленгликоль тоже в пищевой промышленности вполне себе используется, но проблема в том, что их там до таких температур как бы не нагревают, и они не в таких количествах там содержатся. Как вот в вейпах, да? А вот вы сказали, канцероген вызывает, да, онкологические заболевания, рак в частности, а никотин? Никотин примерно то же самое, но самая страшная проблема никотина, она, пожалуй, заключается в том, что он является очень сильным аддиктогеном, то есть вызывает очень сильную зависимость. Вот, вообще, в целом, если говорить о таком свойстве веществ, то аддиктогенная активность никотина, она гораздо выше, чем у героина даже. Вот, потому что у никотина она составляет где-то 32%, если память не изменяет, а у героина всего 23%. Ну, это можно даже убедиться, если выглянуть за окошко на улицу и посмотреть, что люди употребляют в основном, да, и сразу можно понять, что самое сильное вещество, которое вызывает зависимость, это, конечно, никотин будет. Получается, что вейп вызывает зависимость у молодёжи, у подростков, ну, не обязательно даже у них, за счёт никотина, вот, да? Получается, это какая-то вот никотиновая зависимость или психологическая, или одновременно и то, и другое как-то? Ну, вообще, в целом, сама природа зависимости, она заключается в том, что, зависимости от вещества, она как раз-таки и заключается в том, что существует психологическая зависимость от вещества и существует физическая зависимость от вещества. Вот, собственно говоря, в вейпах содержится никотин, который вызывает и психическую зависимость, и соматическую. Так, а вообще как быстро формируется вот такая вот зависимость? Тут зависит, конечно, от самого человека, от организма, от того, как часто он курит, парит. Но в целом зависимость довольно быстро формируется, учитывая, что, как я уже говорил выше, что зависимость от никотина, она очень быстро формируется. В отличие даже от некоторых тяжёлых, так скажем, наркотиков. — А как, всё-таки вы говорите быстро, кто быстрее подвержен к такой зависимости? Подросток или взрослый человек, мальчик, девочка, мужчина, женщина? — Ну, женщины, они… Да, проблема заключается в том, что женщины с зависимостью, они гораздо более становятся зависимыми, чем мужчины. Это такая вот основная проблема. Если говорить, допустим, про алкоголизм, алкоголизм женский, он очень плохо лечится. хуже, чем мужской. То же самое и здесь. То есть зависимость от табака женская, она гораздо тяжелее протекает, нежели мужская. Ну и тут в оправдании, так скажем, женщинам сказать можно, что у них организм такой, он очень слабо сопротивляется, так скажем. Может быть, мы как-то слабее мужчины имеется для силы воли? Ну, в оправдании женщин можно сказать, что порог вхождения у них гораздо выше. То есть, чтобы женщина начала курить просто так, с ровного места, это прям что-то должно такое быть. У неё какая-то должна быть мотивация или что-то. Какая-то причина. Какая-то причина, возможно, да. А вы как психиатр, вот как думаете, почему вообще женщины начинают курить? Я, например, слышала такую теорию, что люди начинают курить по причине... В детстве они не сосали грудь матери. Есть такое, да. И они обычно грызут ногти или ручки, вот. Да-да-да. Поэтому они становятся курильщиками. Есть такое? Вы согласны, нет? Есть такое, так скажем, такая теория, да, о неудовлетворённости сосательного рефлекса. Да, и в том числе эта неудовлетворённость может выражаться в курении. И тут уже не важно, что, да. Ну да, не важно, что лист бы запихать. Ага. А вот мы все слышали о пассивном курильщике, да. Вот, допустим, мой муж курит, я сижу в присутствии него и тоже становлюсь пассивным курильщиком. Есть ли такая вот среди вот вейперов? Да, конечно, такое тоже происходит. То есть уже, как выше говорилось, тот же самый никотин, он полностью не усваивается в лёгких. Он точно так же с выдыхаемым паром выходит наружу. Ну и когда, вот, допустим, на вас дышит человек из вейпа, вот, вот таким паром красивыми клубами... Ну вкусно же. Можете смело ему делать строгое замечание и говорить, чтобы он так больше не делал. Но вкусно же. Ну, многое вкусное, оно бывает опасно. То есть вред от пассивного курения вейпа, это тоже, в принципе, как будто бы я курю никотин. Ну конечно. Получается так же, да? Всё то же самое. А правда ли то, что электронные сигареты могут взрываться в руках? Были ли у вас такие случаи на практике? На практике таких случаев не было, но о таких случаях много где пишут, это всё известно. Проблема в том, что сам вейп, это конструкция, которая содержит в себе батарею, вот. А сама по всей батареи это такое взрывоопасное немножко устройство. Вот. И если батарея как-то некачественно изготовлена или повреждена, она вполне может спокойно взорваться. Точно так же, как батареи на смартфонах взрываются. То есть в теории это возможно? Это не только возможно, оно и происходит регулярно. Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня с врачом-наркологом мы говорим о вреде вейпа. Поэтому смело звоните нам в студию, задавайте свои вопросы. Телефон студии у нас 320066321166. И у нас работает ватсап-номер. Я напомню, вот цифры. Плюс 7 411 2320066. У нас уже есть несколько ватсап-вопросов. Расскажите, пожалуйста, какая болезнь развивается от курения вейпа? Так, ну от курения вейпов, если уж говорить про болезни, примерно все то же самое, что и от курения обычных сигарет. То есть никотин, он тоже способствует возникновению онкологии. Гипертоническая болезнь может развиваться. Ишемическая болезнь сердца. В общем, большое влияние оказывает на сердечно-сосудистую деятельность. Инфаркт и миокарда повышается вероятность. И тому подобное. А как-то влияет вот курение, парение вейпа на мозговую деятельность? Если да, то как? Конечно, влияет. То есть сам по себе никотин – это вещество, которое влияет на мозговую деятельность. И да, влияние оказывает. То есть получается… Ну есть мнение о том… Не мнение, есть исследование о том, что он может работать в качестве ноутропа даже. Но в целом у него влияние такое успокаивающее, так скажем. Тут опять же, если входить в классификацию каких-то наркотических веществ, то существуют, допустим, психостимулирующие какие-то вещества, существуют успокаивающие, расслабляющие. Вот он скорее больше к успокаивающим, к расслабляющим относится. А ещё вот вопрос поступил такой довольно-таки интересный. Все мы знаем, что курение сигарет влияет на внешность, ну, чернеют зубы от никотина. А от вейпово такое происходит или нет? Ну, курение вейпово тоже может вызывать вполне себе кариес, или парадонтоз какой-нибудь. То есть воспаление дёсен вообще без проблем. То есть всё-таки никотин присутствует, поэтому симптомы те же самые могут быть, да? Да, тут играет роль не только присутствие никотина, но и присутствие самого по себе пара. То есть вот пар, когда он заходит в лёгкие, в лёгких есть такие специальные, так скажем, мешочки, которые от воздействия пара вот этого, они могут повреждаться. Вот когда эти мешочки повреждаются, есть такие клетки в организме, называются фибробласты. И они начинают, так скажем, эти бреши в эпителии альвеолы, они начинают их заращивать. А как известно, соединительная ткань, к которой фибробласты относятся, она не может выполнять функции той ткани, которую она замещает. То есть, по сути, вот та альвеола, которая могла бы, так скажем, дышать воздухом, она просто перестаёт выполнять свою функцию. Вот от этого возникает дыхательная недостаточность. Точно так же, как и от курения обычного. А вообще, что хуже, вейпы или сигареты? Ну, тут всё равно, что сравнивать, допустим, чуму бубонную и чуму легочную. То есть, примерно одно и то же. Немножко по-разному всё происходит, но итог один будет в любом случае. И то, и другое, оно вредно. А вот чем конкретно вреден вейп? Конкретно, ну, вот опять же, как мы выше обсудили, содержание никотина в нём присутствует. Зависит, конечно, от жидкости и от конкретного содержания в ней никотина. Опять же, вот эти вот вещества, из которых она состоит, пропиленгликоли и глицерин, которые разлагаются на канцерогенные вещества. Собственно говоря, что можно сказать об обычных сигаретах, то и можно правомочно, так скажем, говорить о вейпе, за исключением каких-то совсем уж смол. То есть, если говорить про сигареты, там же, палладий-210 даже содержится в допустимых количествах. Это вообще радиоактивное вещество. А в вейпах, ну, насколько известно, туда, кажется, он не добавляется. То есть, не является составной частью. А в сигаретах же есть такие вот разграничения, да, дамские или более крепкие? В вейпах есть такое вот разграничение, такая классификация? Ну да, там есть разграничения по количеству никотина в этих жидкостях. Но тут, опять же, проблема в том, что человек может выкурить одну крепкую сигарету, допустим, ну, грубо говоря, в неделю, и может выкурить за день 3 пачки лёгких сигарет. И то есть, что будет тяжелее для его организма. Три пачки лёгких сигарет. Да, поэтому здесь дело скорее в самом потребителе, нежели в веществе потребляемом. А почему в первую очередь жертвами вейпинга становятся дети и подростки? Ну, опять же, повторимся, потому что в последнее время это стало выглядеть чем-то модным, чем-то интересным. Вот, если, допустим, какой-то молодой человек, так скажем, опять же, едет на гироскутере, да, у него в руках спиннер, спиннеры уже, кстати, из моды вышли, гироскутера вроде ещё пока нет, вот, и курит вейп, то это самый модный молодой человек, так скажем, на улице, на районе. Поэтому и модно вейп. Да-да-да, и другие смотрят, детишки, и такие, ух ты, а я хочу быть как вот этот вот крутой молодой человек. Вот, мама, папа, покупайте мне гироскутер, а вейп я сам где-нибудь достану. Так, у нас ещё один ватсап вопрос. Говорят, что курение помогло нескольким людям не заразиться ковидом. Что вы скажете по поводу вейпа? Может ли оно помочь? Ну, по поводу незаражения чем-либо, тут сказать, так скажем, это... Однозначно. Это однозначно можно сказать, что это сложная тема для разговора. Да, не панацея. То есть, скажем так, вот, допустим, приведём пример, да, контрацептивы, они же помогают для незаражения, да, гондарей, допустим, да, вот, это доказанный факт, это стопроцентная информация, да, вот, касаемо сигарет, таких исследований нет, как таковых, что они помогают заражаться от чего-то. Скорее, это миф, по большей части, нежели какая-то правда, потому что, ну, никому ещё сигареты не помогали, допустим, не заразиться туберкулёзом каким-нибудь или пневмонией, поэтому ковид – это заболевание инфекционное, какая связь между употреблением каких-то веществ психоактивных и инфекционное безобливание, тут, конечно, связи никакой быть не может. А по поводу вот застоя лёгких, вот вы говорили мне до эфира. Застой в лёгких – да. Тут речь идёт не о заражении, тут речь идёт о самой пневмонии застойной. То есть, люди, которые лежат в реанимации, которые малоподвижные, они постоянно находятся в лежачем положении, и у них объём циркуляции лёгких, он уменьшается за счёт того, что они в лежачем положении находятся, и чтобы объём циркуляции лёгких увеличивался, им обычно шарики дают надувать. Если бы они к сигарету курили, то, скорее всего, это бы тоже как-то помогало. Хорошо, я вас поняла. Спасибо за этот ответ. Друзья, я напоминаю, что сегодня мы говорим с наркологом о вреде вейпа. Мы работаем в прямом эфире, так что звоните нам в студию, задавайте вопросы. Сейчас мы уходим на рекламу. Добрый день, дорогие друзья. Программа «Якутск» сегодня продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить о вреде вейпа и электронных сигарет. Вместе со мной в студии психиатр-нарколог Роман Козыкин. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний – 320066-321166. И, конечно же, у нас работает WhatsApp-номер. Его цифры те же – плюс 7, 411-232-0066. Так что смело звоните нам или пишите на WhatsApp-номер, задавайте вопросы по поводу вейпа и электронных сигарет, насколько они вредны для здоровья взрослого человека и подростков. Итак, Роман Николаевич, скажите, пожалуйста, как влияет вейпинг на здоровье детей и подростков? Ну, влияет, естественно, отрицательно. Первонаперво стоит отметить, что подростки и дети – это же растущий организм, который растёт, развивается. Ему необходимы различные вещества полезные. А само по себе употребление никотина ведёт к тому, что ухудшается всасывание витаминов, минералов, необходимых каких-то микроэлементов. Поэтому, естественным образом, у детей и подростков будет наблюдаться отставание в развитии от сверстников, которые не употребляют ни наркотики, ни алкоголь, ни табак, ни никотин в том числе, не употребляющих. Физическое отставание в развитии получается? Да, конечно. Тот же самый самототрофный гормон. У него ухудшается синтез при потреблении никотина. То есть, это влияет на рост, в целом, на рост, так скажем, молодого человека или девушки. Или же тестостерон. Вот знаете, тестостерон колют обычно люди, которые занимаются бодибилдингом себе. Тестостерон – это он идёт как гормон у нас, который улучшает, стимулирует, так скажем, рост мышц, мышечной ткани в целом. Опять же, никотин, он блокирует выработку тестостерона, в связи с чем рост мышц у детей и подростков замедляется. То есть, ну, если представить себе такого типичного курящего, парящего молодого подростка, молодого человека, подростка или ребёнка, это такой низкоросклый, худенький, щупленький мальчик. Так, у нас есть звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте, говорите. Вот вы с сигаретами и с курением по конвекам сражаете. И что толку-то? Приехал президент. Что за радио такое? Ну всё, об этом говорите. Ну, мы вас поняли. Недовольный телезритель, радиослушатель звонит. Вот как бороться-то с парением вейпа? Если вот боролись испокон веков с курением, толку-то нету? Вот вы считаете как? Ну, так скажем, не испокон веков вообще боролись с курением. Курение длительное время во многих культурах считалось таким частью культуры. У тех же самых американцев, у американских индейцев это вошло в быт. То есть, вот такое выражение «выкурить трубку мира» это всегда существовало. То есть, с курением, по сути, по большей части до начала XX века никто и не боролся, потому что это и не считалось чем-то вредным. Более того, существовали детские сигареты специальные, которые для детей были предназначены. А для чего? Чтоб дети курили. А для чего? Чтобы курили? Чтобы показаться старше или что? Нет, тут вопрос не к детям, тут вопрос к табачным компаниям. Они же прибыли и беспокоятся. То есть, вот вам детские сигареты, вот вам женские сигареты, курите на здоровье. Или был такой даже случай, когда в конце, кажется, 70-х годов в Америке курение пошло как-то на спад по неизвестным причинам. И тогда компании табакопроизводящие, они решили устроить такую рекламу, так скажем, вот вы женщины, вот что эти мужчины себе позволяют, они курят, а почему они вам запрещают? А, ну равные права, да? Да, вот мы требуем равноправия для женщин. Вот вам, пожалуйста, сигареты для женщин. Ну, многие женщины на это повелись, то есть, вот, пожалуйста. А как бороться с парением тогда, вот, на ваш взгляд? Что нужно делать? Тут, кстати, как раз вдогонку в WhatsApp вопрос поступил тоже, какие ограничения, по вашему мнению, необходимо ввести для использования вейпов? Так, ну, в целом, какая борьба? В целом, со стороны государства уже вейпы, они как бы запрещены, то есть, на любом магазине табачном, либо вот это вот новомодные магазины пошли сейчас вейпов, всегда написано плюс 18 лет. Вот, ну, понятное дело, что сейчас таких мер недостаточно, потому что подростки даже младших возрастов, там, от 10, допустим, лет, они вполне себе где-то находят эти вейпы и курят их вполне спокойно. То есть, хитрят, конечно же. Да, они, конечно, хитрят, ну, то есть, это та же самая история с алкоголем, то есть, алкоголь запрещено продавать детям, да, но его всё равно каким-то образом они заполучают. Вот, тут такая же проблема. Вот. Запретительные меры, конечно, они должны быть, и они есть. Вот. Опять же, нужна профилактика, то есть, нужно доносить, доводить до населения, рассказывать о вреде никотина, о вреде вейпов, о вреде курения. Нужно, чтобы, ну, в школах и так такая работа проводится. Вот. Вот, например, наркотестирование проводится у нас по школам, то есть, от ЕРНД. У нас такая профилактическая работа идёт, то есть, приходит врач-нарколог в школу и проводит тестирование на наркотики, в том числе на табак. Вот. И выявляют курящих подростков и детей. И беседы проводят. Ну, естественно. А я ещё слышала, что существуют так называемые вейпы без никотина. Насколько вот они безопасны? Касаемо вейпов без никотина, можно сказать о том, что в них, помимо, если даже никотина не содержится, в них всё равно содержится этот самый глицерин, пропиленгликоль. Канцероген, о котором мы говорили. Он сам не канцероген, а вот при нагревании разлагается на канцерогены. Он там содержится в качестве растворителя. Глицерин – это хороший растворитель, в котором хорошо распределяются и растворяются вещества, в том числе и ароматические различные, чтобы, так скажем, эффект от курения был лучше. Ну, и вкус, так скажем, равномернее распределялся. То есть разницы нету с никотином, без никотина, вред всё равно ты получаешь. А может ли вы помочь в деле избавления от табакозависимости? Как это преподносят маркетологи? Ну, маркетологи, они для того и маркетологи, чтобы заставлять покупать всякие товары. Ну, не то, чтобы прям заставлять, но чтобы люди велись на рекламу. Да, но в целом никак он не помогает. Вот лечение, если сравнить с алкогольной, опять же, зависимостью, ну, давайте алкогольную зависимость будем лечить, не знаю, коньяком. Почему нет? Человек водку пьёт, а мы ему коньяк будем подсовывать. Пускай он с водки на коньяк перейдёт. Почему нет, да? Ну, и тут такая же история. Ну, перейдёт человек, допустим, с обычных сигарет на вейпы, и что изменится? Он точно так же будет получать никотин. А вообще, как избавиться от этой привычки? С чего начать? Например, есть ли же для тех, кто хочет бросить курить, но обычные сигареты клеят какие-то пластыри? Или что-то такое? Да, но это... Для вейпов что-то подобное существует? Да, это уже относится у нас к доказательной медицине. То есть зависимость от табака, курения, от никотиновой зависимости, она лечится. Но для того, чтобы её лечить, нужно заниматься не самолечением, не покупкой вейпов, электронных сигарет. Нужно обратиться. Если вы понимаете, что у вас проблемы с употреблением никотина, то нужно обращаться к врачу. А там уже врач выставит... То есть если вы считаете, что у вас зависимость, это ещё не факт, что она у вас есть. То есть диагноз как таковой ставит всегда врач. Вы приходите напрямую к врачу, проходит обследование, он собирает ваш анамнез, проводится инструментальное лабораторное исследование, и там уже выставляется диагноз – зависимость или независимость. И там, опять же, у зависимости имеются различные стадии. Зависимость, опять же, бывает разная. Есть зависимость психическая. И никотиновая. Да, есть физическая зависимость. Ну, от любых веществ. То есть, как правило, первая стадия – это психическая зависимость, психологическая, когда человек думает о курении или о парении. Оно ему снится, когда он перестаёт курить, парить. А физическая зависимость, она уже включает в себя физический дискомфорт, то есть синдром отмены она в себя включает. Ломка, может быть, да? Ломка – это и есть синдром отмены, по сути дела. То есть это неприятные физические ощущения при отсутствии вещества, от которого человек зависит. Так, у нас в студии ещё один звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем говорить, задавайте вопросы. От алкоголя психологически можно излечиться или нет? Алкоголя, да, вы спрашиваете. Спасибо вам за звонок. Можно ли излечиться от алкогольной зависимости? Так, ну тут человек поинтересовался, психологически можно ли. Вопрос не совсем понятный, но примерно можно сообразить, что имеется в виду. В целом есть психотерапевтические методы лечения алкоголизма, да, то есть само по себе кодирование, так называемое, ну его так называют в народе, вот, оно в какой-то степени тоже психотерапевтической методикой является. Ну, за исключением, конечно, медикаментозных, вот, запретительных мер, вот, ну да, вполне можно, если говорить, опять же, об обращении к специалисту, вот, и о лечении, так скажем, у специалиста. А я вот хотела бы вернуться к пластырам, да, от курения, вот, если, могут ли помочь вот эти вот пластыри от курения, о которых мы вот до этого говорили, при вейппинге, те же самые, в принципе? Любая никотиновая зависимость, она как раз-таки и одной из ее, так скажем, способов лечения является заместительная никотиновая терапия, вот, то есть, да, пластыри выдаются, но тут, опять же, под контролем врача существуют специальные, так скажем, таблички, по которым вычисляется количество, если говорить про обычные сигареты, выкуриваемых сигарет, либо количество самого по себе вещества никотина, поступаемого еще в организм, и из этого числа рассчитывается количество заместительной терапии, то есть, какой, как часто, в какой концентрации наклеивается этот пластырь и сколько он носится. То есть, согласно схеме, получается? Да, все согласно схеме лечения. Что касаемо вейпинга, это просто, знаете, продолжение зависимости только в другом виде, вот, если человек вейпом собирается излечиться от никотиновой зависимости. А вообще, как вы думаете, как уберечь молодежь от вейпинга, вот, это же не пахнет, как сигареты, пахнет даже вкусно, кажется, что ты скушал там вишенку, надушился, может быть, чем-то, вот, как родителю узнать-то об этом? Как родителю узнать? Так, ну, во-первых, первый вопрос отвечая, нужна профилактическая работа, которая, кстати говоря, и так ведется, да, вот, по школам ведется эта профилактическая работа, вот, мы сейчас с вами этот вопрос обсуждаем. Это тоже профилактика, да. Может быть, нас курящий на лавочке подросток и услышит, вот, и подумает о своем поведении, вот, а что касаемо второго вопроса, вот, тут надо сказать, какой второй вопрос? Быть внимательнее, наверное, к самому ребенку, да? Да-да-да, насчет детей, да. Да, насчет того, как узнать, вообще в аптеках, как мы узнаем, да, в нашем учреждении, то есть, когда к нам приходят подростки, мы проводим специальные тестирования, у нас есть тест-системы, которые показывают, какие вещества употреблял... Ребенок. Ребенок, да. То есть, допустим, там есть и никотин, там есть и марихуана, есть барбитураты, бензодиазепины, морфин, в общем, там, по-моему, более 12 веществ, сейчас точно не скажу. Хорошо, Роман, мы вернемся к этому моменту, сейчас у нас в студии снова звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте, говорите. Я позвонила, чтобы поддержать мужа, просто хотела сказать, что я его люблю, чтобы он сильно не волновался. Спасибо вам за этот позитивный звонок, спасибо, мы поддерживаем вашего мужа, у нас еще один звонок в студии, здравствуйте. Здравствуйте, это Секутска. У меня вопрос, как бы не по теме, но напрямую связан с работой наркологов. Вот, как бы госуслуги у нас вошли в нашу жизнь, бытность, да, а что пройти медзаключение, медосмотр, что получить, что на учете у наркологов, передачу, что у психиатра не состоишь, занимаешь очередь многолюдную и платишь там несколько тысяч, чтобы получить там одну бумажку о том, что на учете не состоишь. Почему это в электронном виде не придумываете и в жизни не притворяете? Не упростить, да, ситуацию? Спасибо вам за звонок. Конечно, очень просто же. Что вы можете сказать, Роман, по этому поводу? Сейчас объясню. Вообще существует у нас электронная запись, вот в нашем диспансере наркологическом есть электронная запись, да. Записаться можно либо по номеру 122, либо как раз-таки через госуслуги, которые только что вот гражданин упоминал. Вполне спокойно можно записаться, да. И прием у нас ведется по вот этой записи, то есть люди записываются на определенное время, приходят и, по сути, там у нас организована не очень... Может быть, гражданин у нас рассказывал про какое-то другое учреждение, ну, как вариант. Но вот у нас с этим гораздо все проще. То есть приходите, записываетесь, ну, либо по номеру телефона, либо через госуслуги, потом подходите к администратору, администратором выдают необходимые документы, то есть согласие информированное на медицинское вмешательство, ну, потому что сейчас без этого никуда. Вот. И подходите к двери, и вас вызывает врач. То есть там нету такого, кто-то за кем-то, там просто по времени смотрим, допустим. — Назначенное время нужно подойти, да? — Назначенное время, да. Просто подходит человек, врач смотрит на 15-30, Иванов, заходим, там, Сидоров на 2-40, там, допустим, и спокойно люди заходят. Вот. Что касаемо оплаты, ну, оплата сейчас, в принципе, она повсюду внедрена. Вот. И, так скажем, на законодательном уровне учреждения лечебные, они имеют право на зарабатывание денег. И один из способов зарабатывания денег учреждениям лечебным, это как раз-таки выдача справок. Вот. Ну, и тут опять же речь идет, если говорить о дороговизне, да, ну, то есть они довольно-таки, не скажем, что такие дорогие. И самая дорогая справка сейчас у нас в диспансере, это на оружие, как ни странно. Но, опять же, если так подумать, если человек может позволить себе оружие... — Значит, он может позволить и справку. — То, вероятно, он может позволить себе и справку. — Я вас поняла. Хорошо, у нас в студии еще один звонок. Так, звонок у нас сорвался, но я думаю, что мы уже не будем принимать звонки, потому что времени до конца эфира у нас осталось мало. И я вот хотела, Роман, вернуться к тому моменту, когда вы говорили, что у вас существуют тесты, да, вот как узнать, что ребенок употребляет табак, либо что-то другое, да. У родителей нет этих тестов, вот как они могут узнать? — У родителей этих тестов нет, они есть в аптеке. То есть, если родители настолько щепетильно относятся к этому вопросу, родитель может спокойно пойти в аптеку и приобрести тест-системы. Они сейчас в свободном доступе, спокойно можно купить какие-либо там на 12 веществ, на 25 веществ, на 3 вещества. — А что нужно тогда показать, я не знаю, дунуть на эту бумажку, что там кровь, моча? — Вот эти экспресс-тест-системы, в них биоматериал — это моча. То есть, примерно как тест на беременность это используется. — Похожая, да? — Да, то есть, берётся моча, туда запихивается эта система, и только тут немножко всё по-другому. То есть, если тест на беременность — это две полоски, то беременна, ну, наверное, это хорошо, да? Вот, а если... — Спасибо, Роман, у нас, к сожалению, время заканчивается. Всего доброго.